Уважаемые подписчики, зрители канала, любители и ценители хорошей музыки, всем грандиозный Меломанский привет, как вы могли заметить, я всячески стараюсь не упоминать о какой-либо негативной информации К моему глубочайшему сожалению негатива в теперешней жизни слишком много И мне очень хочется, чтобы мои видео хоть в какой-то мере от всего этого отвлекали И позволяли вам, дорогие мои, уходить от действительности в мир музыки и красоты Но все мы знаем, что 8 ноября Увы, но так устроена жизнь 54-е видео о некоторых экземплярах из моей музыкальной коллекции Spirit of the Wild 11-й студийный альбом Теда Ньюжинта Он был выпущен в мае 95-го года лейблом Atlantic Records Это единственный альбом Теда Ньюжинта, выпущенный за все 90-е годы Spirit of the Wild Это знаменовало возвращение оригинального звучания музыканта в стиле хард-рока Эту пластинку часто называют лучшим музыкальным моментом для дяди Теда Отбросил все наносное и лишнее Этот альбом раскрывает суть рок-н-ролла Демонстрируя сущность и пристрастие самого музыканта С такими треками, как Fred Beer и Tooth Fan & Claw Вы обязательно почувствуете в себе дух дикой природы Этот альбом считается одним из лучших В том числе и потому, что здесь все по-честному По-честному в абсолюте Здесь музыка звучит целеустремленно И выпадает в душу слушателя ровно так, как хотел бы этого сам исполнитель Вот в моем представлении это так и есть Ничего нового на этом альбоме нет, но слушать его одно сплошное удовольствие Музыка очень раскрепощенная и веселая Она пропитана настоящим живым рок-н-ролльным духом После выхода этого альбома Тед Ньюжин пропал из вида до 1999 года Когда он был приглашен принять участие в прощальном турне Кис В качестве почетного гостя Потом были попытки возродить Дэм Янкес Но об этом как-нибудь в другой раз Год 2006 And Crying for the Moon Десятый студийный альбом группы Kingdom Come Это действительно хороший альбом Здесь все еще есть более чем явное влияние Led Zeppelin Но не обошлось без более современных веяний Это похоже на встречу Роберта Планта и Nine Inchness, например Где современные технологии воплощаются в классические рок-мелодии Да, альбом звучит тяжелее и больше ориентирован на современное гитарное звучание Но темп и стиль написания песен точно такой же, как и на предыдущих альбомах Но вот что делает эту пластинку ярче, так это неподдельная страсть С которой эта музыка создавалась и исполнялась Ленни Вольфу удалось воссоздать тот хард-роковый антураж С которым состоялось первое пришествие группы Здесь и посвящение Бону Скоту Напоминающее о том, из какого теста были сделаны ранние хиты Kingdom Come И даже очень удачный кавер на композицию Beatles При этом энергетики, нервы, эмоций стало больше Пластинка не экспериментальная, скорее умеренно хитовая Относительно яркая, но самое главное живая Это самое главное На этом альбоме традиционные для Ленни Вольфа депрессивные мелодии, настроения Разбавленные хулиганским рок-н-рольным духом И все это звучит Звучит очень искренне Заглавная песня может выбить слезу даже у искушенного меломана Прямо такая сверхромантичная сверхромантика Across the Universe Кавер на известную песню Beatles Сделан с абсолютной любовью и нежностью к оригиналу Завершается альбом, заново записанный Get it down Песней, которую в свое время сделала Kingdom Come звездами Пластинку смело рекомендую всем любителям хорошей музыки Даже если вы прохладно относитесь к творчеству Ленни Вольфа То слушать стоит даже ради заглавной песни Потому что равнодушным слушателя она не оставит совершенно точно Soul Station Альбом саксофониста, джазового саксофониста Хэнка Мобли Выпущенный в 1960 году лейблом Blue Note Records Альбом записанный в студии Ван Гелдер И основанный на стиле хардбоб Квартет Хэнка Мобли состоит из Арта Блейки Бывшего лидера группы The Jazz Messenger И двух его коллег из квинтета Мальза Дэвиса Уинтона Келли и Пола Чемберса Один из самых недооцененных музыкантов эпохи бопа Хэнк Мобли не так хорошо известен, как скажем Сонни Роллинс Или Джон Колтрейн Но он знаковый саксофонист в мире джаза Один из лучших исполнителей хардбоба в 60-х и не только Soul Station стал настоящим взрывом Здесь все прекрасно Хэнк Мобли зажигает своим невероятным стилем игры на саксофоне Артблейки делают настоящий гру А Пол Чемберс это нереально вкусная приправа К этому великолепию абсолютному На этом альбоме есть приятный латиноамериканский вкус Фантастические соло Арта Блейки Плотный низкий блюзовый оттенок Украшенный великолепной игрой пианиста Уинтона Келли Это восхитительный, идеальный, хрестоматийный хардбоб Эта запись однозначно лучшая в карьере Хэнка Мобли Для него Soul Station это вершина творчества Два удачно подобранных стандарта И четыре пьесы авторства самого Хэнка Мобли Легкость и свежесть, которые всегда отличали звук саксофониста Дополняются игрой ритм секции Которая состоит из лучших музыкантов того времени Soul Station классическая для блюна трека запись Которую мы к счастью можем оценить по достоинству И послушать спустя десятилетия Понятно, что классика не стареет Поэтому она и есть классика К нашему милыманскому счастью Проверенные временем и нашими ушами ветераны Выдают очередные шедевры Известный блюзмен Уолтер Траут Прожил необыкновенную жизнь Начиная с подросткового возраста Когда он играл с Бигмама Тортон И Джоном Ли Хукером До Кеннет Хитт и Джона Мэйла Он обрел славу и усвоил несколько вредных привычек Спасительная пересадка печени в 2013 году Привела к выздоровлению музыканта И дала возможность слушать его новые творения Зрелость Уолтера Траута Как автора песен Полностью продемонстрирована на Райт Его 30 альбоме Который вышел 19 августа этого года Это электрический блюз-рок Который абсолютно соответствует Устоявшейся репутации исполнителя Первый настоящий сюрприз Преподносит заглавный трек Это открытая музыка В стиле южного рока и кантри Вдохновленная классическим альбомом Brothers and Sisters Группы Allman Brothers Звенящие клавиши Сочные барабаны Воющие органы Парящие гитарные соло Под заразительную мелодию А дальше нас ждут Потрясающие проникновенные песни о любви Гитарные соло Состоящие из боли и желания И все это блюз Альбом еще один блестящий пример Дерзкого, безграничного Блюзового звучания Уолтера Траута Описывая альбом Сам Уолтер Траут сказал Жизнь тоже своего рода аттракцион Не так ли? И я хочу жить своей жизнью На полную катушку Судя по всему Все так и получилось Блюз-рок Самого высокого уровня От признанного мастера Терлз Чарльз Снауи Уайф Гитарист известный тем Что играл Сен Лизи Постоянный участник С 80-го по 82-й годы И Спинг Флойд В качестве бэк-гитариста Его впервые пригласили В турнецгруппы И по Европе И Соединенным Штатам В 77-м году И во время концертов The Wall в 80-м А позже Для группы Роджера Уотерса Так вот Сноуи Уайф Выпустил Очередной альбом Вот такой Шикарный альбом Честно сказать Выход этой пластинки Я как-то упустил Но пробел коллекции Все же восполнил Пусть и с некоторым Опозданием И вот делюсь Своими впечатлениями Для тех Кто знаком с творчеством Этого музыканта Ничего нового Но приятно Особенно Под вечерний стаканчик После трудового дня В 74 года Сноуи Уайф Продолжает создавать Проникновенную Блюзовую музыку Музыкальность Превосходная Расслабленная И охлажденная Но очень высокого качества Альбом Полной сдержанности И тонкой динамики У Сноуи Уайта Всегда был и есть Свой собственный Мгновенно узнаваемый звук И в этом плане На альбоме Ничего не изменилось Прекрасная легкость Немного фьюжен Под управлением фортепиано В котором нежные ноты Парят над красивой аранжировкой Это альбом Полный тонкого рока Блюза Фанка И мимолетных Джазовых И латиноамериканских влияний Альбом С тонко выстроенными ритмами Изменением тональности С мягким блюзом И красивыми гитарными соло Которые очень красноречивы Выразительны И при этом Уравновешены В этом альбоме Есть настоящая Последовательность Он абсолютно органичен Альбом Созданный с любовью И вниманием Это похоже На встречу Со старым другом При этом Сною Уайт В очередной раз Заявляет о себе Как об одном Из самых Недооцененных Блюзовых гитаристов Но есть один маленький нюанс Который совсем немного Но все же Огорчает То что в игре И звучание Этой музыки Очень заметно Влияние Питера Грина И не очень Заметно Но оно есть Что-то От Карлоса Сантана Это скорее Хорошо Но вот Явные намеки На Дальстрейс И Марка Нофтера Показались мне Явно лишней И самую малость Подпортили Впечатление От прослушивания Но самую Самую Малость В этом месте Напомню Что Вся необходимая Информация Для желающих Принять участие В развитии канала Находится В описании К видео Всем заранее Примного благодарен Идем дальше 30 октября 20 года Свет увидел Очередной альбом Цветочных королей Айслов Автором обложки Стал сам Роджер Дин 76-летний художник Который Давным-давно Прославился Оформлением Альбома Въезд В первую очередь Юра Хип Эйша Атами Крустер Джантл Джан Его фантазийный Но эмоционально Спокойный стиль Идеально подошел К теме альбом По словам Самого Ронни Столта Острова Это символ Изоляции Потерь И страх Разобщенности Участники The Flower Kings И сами Разбросанные По разным странам Гитарист и вокалист Ронни Столт И вокалист Гитарист Хассе Фрёберг Живут в Швеции Басист Йонас Оренгланд Обитает в Австрии Клавишник Зак Каменс В Соединенных Штатах Барабанщик Мирка Демайя В Италии И пусть альбом Айслендс Бог знает Сколько лет назад Уже был У Кинг Римсон С тех пор Много воды Вытекло И острова Из метафоры Психоделического путешествия Превратились В символы Одиночества На Айслендс Как и на Waiting for Miracles Нет 20-ти минутных Эпиков Концептуальных Нагромождений И всевозможных Божественных Длиннот Альбом Представляет С собой Циклы С 21 Композиции Объединенных Общими Темами И переходами В большое Красочное Полотно Само собой Здесь есть Что нужно Уху Искушенного Меломана Симфонические Аранжировки Собственно Классические Влияния Виртуозные Фрагменты Фактурная И смысловая Многослойность Хотя За каждой Композиции Стоят Глубокие Переживания Острые Вопросы В том числе Политические А порой Искорбные Эмоции В целом Музыка Производит Скорее Просветляющее Вдохновляющее И терапевтически Успокоительное Воздействие Что в наше Время Очень даже Нужно И востребовано О каждой Композиции Рассказывать Смысл Не вижу Ну что Рассказывать Это нужно Слушать Опять же Итригу По законам Жанра Нужно Оставить Но Несколько Номеров Все же Выделю Блэк Слон Где чувствуется Определенное Влияние Квин И характерная Гитара Аля Брайан Мэй И театрализованно Приподнятый Вокал И даже Точечные Подпелки Манинт Ньюз Спокойная И приглушенная Песня В духе Сэра Пола Маккарди С легкими Дробями Ударных Брайан Радостно Светлая С намеком На творчество Ранних Ест Это Настоящий Прохин Девятиминутная Солярис Это маленькое Путешествие По стилям И разным Периодам Творчества Самих Зефлауэрки Но главный Ни Становится Образ Преодоления Отсылающий К одной Из тем Стардаст Вэр Многие Композиции Из разных Частей Альбома Как будто Перекликаются Друг с другом И обязательно Нужно отметить Что спето И сыгранное Все Исключительно Вдохновенно Стильно И сильно Музыка Дарит Необходимую Дозу Утешения И надежды Каждый Из островов Прекрасен Загадочен И притягателен Если прослушать Альбом Несколько раз Целиком То он Предстанет Перед вами Во всей Своей Цельности И полноте Системой Музыкальных И смысловых Связей С массой Красивых Тем С ответами На сложные Вопросы Даже Высказанными Без слов Музыка Которая Позволяет Слушателю Чувствовать себя Прекрасным Зеленым Островом В теплом И ласковом Макеане И сегодня Все Друзья Мои Не забываем Подписываться На канал Это важно Также важно Оценить это видео Лайком Если оно Того стоит Поделиться Своим мнением Оставив Комментарий Всем добра Хорошего Звука Хорошей Музыки И всем Спасибо За просмотр